Особое мнение на 101FM Мы следим, если вопросы будут интересными, будем их задавать по ходу программы Вообще, я вчера Андрею Леонидовичу, когда предварительно список вопросов, ну, такой тезисный очень отправляла Я ему написала о том, что, похоже, первым вопросом будет, как вы добрались вообще до нашей редакции Потому что вчера вечером начался такой, ну, достаточно сильный снегопад Сегодня утром я встала и увидела, что, в принципе, наверное, без проблем вы добрались Как оцениваете очистку дорог вообще этой зимой? Ну, что касается сегодня вопросов с точки зрения транспортного перемещения Я имею в виду личный автотранспорт по автодорогам, ну, по-моему, никаких Здесь нашим службам помогла погода, все достаточно оперативно растаяло И поэтому, в общем, сложностей с перемещением автотранспорта нет Но я походил сегодня в силу обстоятельств пешком по тротуарам В роли пешехода побывали, так Да, и здесь, конечно, должен сказать, что если, опять же, самые центральные улицы С точки зрения расчистки тротуаров вопросов в основном не вызывают То на менее значительных магистралях нашего города тротуары, мне кажется, их даже не касалось Там ни лопата, ни метла, ничего Не совочек сеять или песка, да? Да, поэтому, мне кажется, что для пешеходов, конечно, вопросов сегодня много И мне кажется, что это не только сегодняшняя ситуация, а вот уже на протяжении ряда лет складывается эта тенденция Очень много обращается внимания на очистку дорог, на вывоз снега, на количество техники Мы помним с вами, там, в прошлом или позапрошлом году было много вопросов по дворовым территориям И по тротуарам Вот эти вопросы остаются Мне кажется, здесь гораздо сложнее решить эту ситуацию с точки зрения того, что Если по дорогам, там, подрядчик один, насколько мы знаем Ну, подрядчик-подрядчик один, суп-подрядчики есть, но, тем не менее, есть кого спросить Да, это меньшее количество, то так как там тротуары в большей степени там у управляющих компаний Да, здесь, конечно, мне кажется, большой вопрос к тому, насколько эффективно справляются те, кто за это отвечает со своими обязанностями по тротуарам Я на прошлой неделе задавала этот вопрос члену рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог Константина Сичихина, и вам сегодня тоже задам Как человек, который, собственно, с подачи которого эта общественная структура и начала работать в свое время в нашем регионе Скажите, пожалуйста, вот эта вот история и чехарда с руководителем организации, отвечающей за очистку дорог И тротуаров, между прочим, тоже, потому что на центральных-то улицах тротуары убирают неуправляющие компании Когда меняется, сначала приходит Андрей Менькин, работает какое-то время, пока у нас приходят миллиарды рублей на ремонт дорог И зимой, когда надо вывозить снег, а денег меньше, уходит Потом приходит Альберт Гутнов, тоже уходит Потом приходит Евгений Лунев, тоже уходит через 8 или 10 месяцев работы Это нормальная ситуация или нет? Мне кажется, вы даже не всех вспомнили, по-моему Ну вот я последних трех помню, да Ну, видите, с одной стороны, считается, что долго засиживаться на одном месте руководителю нехорошо Но это такая легкая ирония, конечно С такой периодичностью смена руководителей столь важного подразделения Это, конечно, на мой взгляд, вряд ли идет на пользу работе На пользу непосредственной деятельности этой структуры Потому что, конечно, требуется время на то, чтобы войти в дела Требуется время на то, чтобы выстроить взаимоотношения в коллективе Да, в конце концов, если человек приезжий в городе Кирове А все трое, кого вот я назвала, это люди были не кировские Надо узнать дорожную сеть Надо узнать дорожную сеть, понять, где какая улица хотя бы Не думаю, что причиной недостатков, которые там на наших дорогах мы наблюдаем И на наших тротуарах является частая смена руководителей этой структуры Как это? Мне кажется, что частая смена руководителей является, собственно говоря, следствием того, что мы наблюдаем Но не эта причина Причина все-таки в том, что сама система организации этой работы, наверное, далека от совершенства А руководители, которые приходят, либо не имеют ресурсов на то, чтобы ее видоизменить Либо и повысить ее эффективность Либо не имеют, опять же, на это времени Потому что и мы с вами, как жители города и руководство города Требуют результата здесь и сейчас Вчера пришел, а сегодня отчисти нам город Любой ли человек сможет с этим справиться? Ну, давайте правдив глаза посмотрим и скажем нет Далеко не любой С таким давлением, с такой ответственностью, с таким объемом работы В том, чтобы найти такого человека Это задача, конечно, городского управления Это, наверное, нелегко Город у нас не самый привлекательный с точки зрения приложения своих талантов И поэтому, видимо, идет процесс нахождения такого человека Вот вы все-таки считаете и склоняетесь к тому, что это должен быть кировчанин, новый человек? Или пусть еще кто-нибудь попробует? Я думаю, что здесь не имеет значения абсолютно место рождения, место проживания Если человек будет на этом месте эффективен и сможет организовать работу Мы скажем спасибо и кировчанину, и приезжим Ну как? У кировчанина же душа должна болеть? За родной-то город Ну и потом уезжать ему некуда Может, подольше задержится? Мне кажется, здесь вопрос в отношении к своей работе То есть вне зависимости от прописки в паспорте Ну, здесь, понимаете, сложно мне задавать этот вопрос, потому что я сам не коренной кировчанин Да Приехал и остался как-то, да Прижился, живой здесь Ну вы-то задержались дольше, чем на 10 месяцев Да, задержался Поэтому я, честно, мне кажется, что самое важное – это профессиональное качество человека И его способность решать те задачи, которые перед ним стоят И готовность И, знаете, мне кажется, здесь еще очень важно, чтобы человек, соглашаясь на то предложение, которое ему делают Отдавал себе отчет в том, что его ожидает Потому что, думаю, что по некоторым из персоналей, которые вы назвали Ну, не до конца перед ними было понимание того, с чем им придется столкнуться Понятно Ладно, будем ждать решения кадрового Я не знаю, правда, насколько быстро оно случится Потому что между уходом Альберта Гутнова и приходом Евгения Лунева прошло какое-то время Некоторые, кстати говоря, фамилии уже называются Давайте будем ждать не персоналя А чего? Весны? Чистых тротуаров, проезжей части и нормального состояния города Погода поможет Пусть мы даже будем не знать этого человека Мы с этого начали, погода поможет Пока помогает У нас оттепель обещают на этой неделе Потом, правда, снова мороз Так что можно готовиться к катку и покупать такие специальные штучки Которые надеваются на ботинки Называются кошки Кошки, да Чтобы можно было не скользя и безопасно перебираться по нашим тротуарам Андрей Евсенко в нашей студии Вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Я напоминаю И мы экономические темы, наверное, будем сейчас обсуждать Очень важные для бизнесменов Ну, давайте начнем с единого налога на вмененный доход Есть изменения с этого года Причем, если вот то, что написано на сайте налоговой службы Там вроде бы все понятно То есть для трех видов деятельности Единый налог на вмененный доход отменяется И до декабря прошлого года, до конца Должны были люди написать заявление о переходе на другую систему налогообложения То оказывается, все вообще не так просто И не все еще отменилось Или отменилось, но не все об этом знают Ну, действительно, достаточно сложная ситуация С вопросами НВД возникла Начиная с того, что, во-первых, налог несколько раз уже пытались отменить В принципе, все время переносили Сейчас опять идет дискуссия Потому что с 2021 года он должен быть отменен для всех Но на данный момент еще обсуждается Возможно, и продлят, что называется Действительно было принято Причем, опять же, очень скоропалительное решение Практически не было времени на подготовку бизнеса В конце сентября были внесены изменения в налоговый кодекс В соответствии с которым товары, подпадающие под необходимость маркировки А это были определены в качестве эксперимента Три вида Меховые изделия, которые уже давно И вот с 1 января это должна быть обувь и лекарства И согласно изменениям в налоговый кодекс Те, кто, собственно говоря, осуществляет прознечную продажу данных товаров Не имеют права использовать ЕНВД в качестве налогового режима Вот сейчас мы после небольшой паузы Поговорим о том, чем это грозит предпринимателям Особое мнение на 101FM Вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Юсенко в нашей студии Мы продолжаем говорить про отмену единого налога на вмененный доход Для предпринимателей, торгующих лекарствами, обувью и меховыми товарами Остановились на том, чем же это грозит Грозит это в том случае, если люди продолжат работу на ЕНВД И продолжат реализацию товаров из означенных нами групп Они нарушат налоговый кодекс Соответственно, не перейдя с ЕНВД на другую систему налогообложения самостоятельно Они поставят себя в положение, в котором налоговый автоматически переведет их на общепринятую систему налогообложения Соответственно, НДС и все остальные прелести А перейти они должны были, заявление о переходе на другую систему Они должны были написать до конца прошлого года Да, до конца прошлого года, потому что заявление пишется по квартальным Но вы сказали, что не все написали Да, ну, сейчас такой статистики нет, но дело не только в этом Изменения приняли в конце сентября Известно о них стало более-менее в ноябре Началось массовое обсуждение Но кроме того, что бизнес, собственно говоря, не был готов к таким резким изменениям Очень быстро, хотя это требует определенной подготовки И там целый ряд скрытых проблем в этом переходе заключается Но само государство оказалось не готово обеспечить инфраструктуру учета этой маркировки Поэтому пока на данный момент принято решение о том, что по обуви Обязательное проведение изделий через систему маркировки вступает в силу с 1 марта По фармацевтике, по лекарственным препаратам это с 1 июля Но здесь, опять же, достаточно сложная история Если вы сейчас не написали о переходе на ОСН То с 1 марта ОСН упрощенная система налогообложения Либо с дохода, либо с разницей дохода минус расходы То написать вы его теперь можете только с 1 апреля И как вы будете в этой ситуации торговать обувью Вот этот промежуток между 1 марта и 1 апреля Как вы будете в марте торговать обувью? Достаточно сложно пока сказать Никто на это толком ответить не может Потом еще очень важно обратить внимание наших слушателей и предпринимателей На то, что речь идет не только о специализированных магазинах Речь идет о видах товаров Если у вас универсальный магазин, в котором вы продаете одежду, что-то еще И в том числе обувь То надо понимать, что... В Кирове таких может быть не очень много, в районах области достаточно В районах очень много, в основном это универсальные магазины Поэтому надо понимать, что при продаже после 1 марта Пока на данный момент этот срок определен обуви по режиму ЕНВД Вы лишаетесь права на его использование И, соответственно, опять же, в принудительном порядке попадаете на общую принятую систему налогообложения То есть стоит продать товар, не зная и не перейдя Через онлайн-кассу, да, не перейдя при этом на другую систему налогообложения И все, автоматически Не выделив продажу обуви в отдельный финансовый учет Также хочу обратить внимание продавцов горюче-смазочных материалов Принято считать, что акцизным товаром является только бензин Но на самом деле, опять же, не так давно были приняты изменения Согласно которым моторные масла тоже относятся к акцизным товарам Соответственно, при их продаже должна производиться проведение через систему маркировки И учет акцизных товаров То же самое, если у вас магазин запчастей И во всем большом ассортименте запчастей есть несколько видов масла Вы продаете эту канистру, находясь при этом на НВД Вы теряете право на его использование Поэтому здесь в первую очередь предпринимательскому сообществу Необходимо оценить свои виды деятельности С точки зрения необходимости продолжения продажи вот этих видов маркированных товаров Если в вашем ассортименте их немного, то проще будет от них отказаться Если же для вас это значимый источник оборотных средств То надо обратиться в свою налоговую инспекцию Для того, чтобы определиться с выбором налогового режима То есть это можно сделать и сейчас? Это нужно сделать сейчас В любом случае получить консультацию насчет того Каким образом осуществлять деятельность в дальнейшем Пока это не привело к возникновению каких-либо санкций Либо обратиться в торгово-промышленную палату Мы постараемся сориентировать, по крайней мере, обеспечить эту коммуникацию с налоговыми органами Подождите, Андрей Леонидович, сейчас я попробую выяснить Если предприниматель не написал заявление о переходе с ЕНВД На упрощенную систему налогообложения Например, не написал до конца прошлого года Но готов это сделать сейчас Когда не написал, его автоматически уже перевели на полный налог Пока нет Пока у него есть возможность еще выбрать То есть по обуви до 1 марта Выбрать есть возможность Но что делать с этим периодом с 1 марта по 1 апреля Он должен решить И здесь еще один очень важный момент Надо понимать, что ЕНВД в свое время создавался как такой спецрежим Когда государство не могло обеспечить учетов всех финансовых потоков Мы создавали этот налоговый режим для того, чтобы Мы считаем, что вы столько заработали Отдайте нам часть этого и все Сейчас государство пришло к системе, в которой оно видит практически все С точки зрения добросовестных предпринимателей Добропорядочных У всех все видно Онлайн-кассы позволяют это делать В любом случае ситуация будет идти к отмене ЕНВД И бизнесу надо к этому готовиться Всем тем, кто на этом налоговом режиме находится Надо оценивать свою дальнейшую деятельность С точки зрения выбора другого налогового режима О чем мы сейчас очень важно ведем диалог с органами власти И с законодательным собранием Мы это торгово-промышленная палата И предприниматели, которые к нам обращаются, чьи интересы мы представляем Если сейчас просто перейти на ОСН То рост налоговой нагрузки по сравнению с ЕНВД Составит по разным группам товаров от 4 до 8 раз Это рост налоговой нагрузки Если вы просто с ЕНВД перейдете на упрощенную систему налогообложения Подождите, никто же не выживет просто Вы платили ЕНВД 30 тысяч рублей Должны будете платить 120 тысяч рублей Это минимум 120 Минимум, да То есть от 4 до 8 раз по разным оценкам А может быть и 240 Да, к сожалению, вот такая история Поэтому мы посмотрели практику других регионов Есть уже примеры того, как, например, в Челябинской области Именно для этих групп предпринимателей, которые реализуют товары из озвученного нами списка Были приняты пониженные ставки на упрощенной системе налогообложения Это относится к полномочиям региона Регион имеет право устанавливать ставки по упрощенным системам налогообложения То есть это ЗАГС Собрание должно сделать или это правительство? ЗАГС Собрание В ЗАГС Собрание должен быть внесен законопроект Устанавливающий эти ставки, естественно, должно быть сделано правительством области И мы посмотрели, провели ряд консультаций с предпринимателями То есть если сейчас оборотный налог на ОСН составляет 6% То приемлемый с точки зрения продолжения деятельности ставкой является от 2 до 3% Если мы будем справнивать напрямую, условно говоря, то есть сколько сейчас ЕНВД И сколько составил бы ОСН в данном случае, это 1,7% Но об этой ставке предприниматели речи не ведут, понимают, что рост будет происходить И наше предложение, по крайней мере, на переходный период, этот год, следующий год Принятие ставки в размере от 2 до 3% для этих категорий С последующим, уже когда будет понимание перехода на ЕНВД Вернее, отмены ЕНВД окончательно Корректировки ставок для всех категорий налогоплательщиков Здесь два пути развития ситуации Мы видим и, собственно говоря, предлагаем Первое, это расширение патентной системы Потому что надо понимать ЕНВД очень удобен не только своей ставкой Он очень удобен тем, что вы его заплатили Вам не надо ввести ни бухучет, ни отчетность практически никакую, ничего То есть один раз заплатил и все Да, тебе не нужен бухгалтер, ни штатный, ни на аутсорсинге Ты заплатил, знаешь четкую цифру, все И спишь спокойно, как говорили раньше в рекламе Другие режимы налогообложения, упрощенные и общие, естественно, подразумевают гораздо больше объем отчетности Учета товара и всего остального То есть это кроме роста самого налога Называет еще и рост накладных расходов, которые предприниматель несет Поэтому мы предлагаем органам власти иметь это в виду Посмотреть, как это было выстроено в том числе в других регионах Сопоставить этот опыт И принять решение, исходя из оптимальных В любом случае, даже если это будет ставка 3%, это практически рост по налоговым поступлениям в 2 раза По сравнению с ЕНВД, который есть Но рост в 4 раза вряд ли выдержит значительная часть предпринимателей Тем более в районах Опять же, не будем забывать Маржинальность бизнеса в Кирове в любом случае несколько выше В районах это может оказаться Смертельным Для бизнеса, да, неподъемным временем И здесь надо понимать, что это еще и определенные социальные вещи Это доступность, собственно говоря, торговой сети для населения Диалог с властью, он на какой стадии сейчас? Мы начали эти консультации в декабре Здесь надо сказать, что мы В связи с тем, что подобные изменения не приводят к ухудшению положения налогоплательщиков Их можно принимать, что называется, задним числом Поэтому для нас некий период времени, в течение которого это надо решить Это первый квартал То есть до конца марта? Да, для того, что... Ну, желательно, конечно, до первого марта То есть надо сейчас с этим определяться Потому что потом еще чтение в ЗАГСобрании Да, но если мы примем это в первом квартале То, в принципе, для предпринимателей не возникнет повышенного налогообложения уже с 1 января То есть это можно будет распространить Если же не удастся, ну, мы в любом случае эту работу будем продолжать И будем стараться эти интересы представить Потому что кратный рост налога, о котором стало известно за 3 месяца до того, как он состоится На наш взгляд, очень сложно при этом говорить о поддержке малого и среднего предпринимательства И национальном проекте И национальном проекте Когда принимаются такие решения Еще одна тема экономическая Я думаю, что мы начнем ее и тоже сделаем перерыв, наверное Это история, которую, ну, может быть, я не знаю, пока еще не все на себя почувствовали, да Но, тем не менее, она есть С этого года произошло увеличение налога на недвижимость для организаций Соответствующие изменения были приняты в прошлом году законодательным собранием Налог теперь высчитывается, исходя из кадастровой стоимости объекта, независимо от его площади Раньше, если вот я верно помню, до тысячи метров, по-моему, не облагалось В этом году ставка налога составит 1,2%, в 2022-м 1,6%, в 2023-м и последующие годы 2% Да, это одно из требований, я напомню, федеральных властей То есть, ну, по крайней мере, наши власти на это ссылаются, да Что не дадут нам бюджетных кредитов, значит, если подумают, что мы тут слишком жируем И по льготной ставке облагаем, значит, наш бизнес Да, действительно Мы говорили об этом, да У нас там на уровне области, на уровне города разные немножко подходы, тем не менее Да, мы, на самом деле, уже 4 года, с 16-го года мы там эту тему ведем И здесь, надо сказать, что благодаря, в том числе, такому обширному, массовому И в информационном поле обсуждению, да Мне кажется, в этой студии минимум десяток программ там за этот период было этой теме посвящено Не повысили резко до 2% Не повысили резко, удалось вот эту ступенчатость соплюсти Ну и, собственно говоря, еще очень важный момент, то, о чем мы с вами вот относительно ИНВД говорили Это информирование, потому что, действительно, снижение вот этой планки по площадям с 1000 метров до ноля Привело к тому, что количество объектов, которые подпадают под это налогообложение, там выросло минимум на порядок То есть, если это было меньше 2000, то, по-моему, сейчас в перечне около 18 тысяч объектов Надо понимать, что значительная их часть, опять же, сконцентрирована в областном центре Здесь, действительно, там были разные позиции по юридическим лицам и физическим лицам По физлицам, соответственно, индивидуальным предпринимателям ставка оставлена на уровне 1% Это город принимал решение Да, но дело в том, что до этого они вообще не платили этот налог на имущество, потому что в этот реестр не попадали И сейчас, опять же, тем предпринимателям, у которых в собственности есть объекты торговой, офисной недвижимости или общественного питания Им надо обратить внимание на то, что по первому кварталу у них возникнет обязательство по уплате налога на имущество, исходя из его кадастровой стоимости Пусть и в размере 1% пока У кого-то в размере 1, у кого-то в размере 1 и 2, в зависимости от того юрлицу или индивидуального предпринимателя Но здесь им надо, во-первых, понимать, какова кадастровая стоимость И знать ее, если еще не знаете И оценить ее, да Соответствует ли она действительности или были допущены какие-то ошибки Это все можно проверить, мы тогда с вами называли этот сайт Да, мы сейчас его название повторим после небольшой рекламы, я прошу прощения Особое мнение на 101FM Вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Юсенко в нашей студии Мы продолжаем говорить про налог на недвижимость для организаций, для индивидуальных предпринимателей тоже Про кадастровую стоимость То есть налог рассчитывается от кадастровой стоимости, если вы еще не знаете Что вам там насчитали, где посмотреть Еще раз обращаю внимание, речь идет о офисной торговой недвижимости и заведениях общественного питания Пока на данный момент государство определило вот эти категории в качестве плательщиков, исходя из кадастровой стоимости Но опять же, надо понимать, что уже на самом высоком уровне президентам Несколько лет назад было объявлено, что надо постепенно переходить на кадастровую стоимость Поэтому всему остальному предпринимательскому сообществу я тоже рекомендовал бы постепенно приходить к тому, что необходимо понимать реальную рыночную стоимость своего имущества С точки зрения построения бизнес-планов, закладывать налогообложения уже исходя из реалистичных оценок Потому что задача государства приблизить кадастровую стоимость к рыночной К реальной К реальной, к рыночной Что же касается тех, на кого это уже распространяется сейчас Мы с вами называли этот сайт проверналог.ру Английскими буквами слитно проверналог.ру Туда вводите кадастровый номер вашего объекта, он выдает вам ту кадастровую стоимость, которая на данный момент зафиксирована Из которой будет исчисляться налог Да, соответственно вы можете оценить размер этого налога, можете согласиться с этой стоимостью или не согласиться А спорить кадастровую стоимость, все еще можно вот эту кадастровую оценку объекта или нет? Можно, хотя эта процедура опять же изменилась и честно говоря, если я сейчас начну вам рассказывать в эфире о том, как это сделать, это будет долго и вряд ли кто-то запомнит Главное, это можно еще, все еще можно Это можно сделать всегда, для этого есть возможности, но я просто предлагаю обращаться в торгово-промышленную палату Там все расскажут Мы сориентируем, как это можно сделать Что же касается результатов того, что была снижена планка площадей, была расширена перечень объектов Я думаю, что предварительные результаты этого решения мы сможем оценить где-то в мае, после прохождения первого квартала и выставления, собственно говоря, декларации на этот налог А прогнозировать мы можем последствия возможные? Ну то есть для бизнеса вот эта вот история, она подъемная или нет? Мы долго об этом говорили, люди-то подготовились? Но вот смотрите, я вам могу сказать так, мы делали оценку, по-моему, по 2018 году Тогда, как вы уже сказали, налогообложением этим под него подпадали объекты площадью свыше тысячи квадратных метров И таких было чуть меньше двух тысяч Так вот, ставка была 1% и мы сделали расчет, что было бы, если бы ставка была 2%, как это изначально предполагалось Насколько больше заплатил бы бизнес вот по тем двум тысячам объектов У нас получилась цифра около 180 миллионов Вот за те объекты, которые на тот момент подлагали То есть это 180 миллионов, которые бизнес, по сути дела, сэкономил за счет того, что нам на протяжении ряда лет удавалось договариваться о сохранении ставки на уровне 1% То есть эти 180 миллионов, ну плюс-минус, там каждый год в течение вот этих четырех лет бизнесу экономились, да, там больше полумиллиарда Соответственно, порядок цифр, он уже понятен Если здесь перечень объектов расширился там на порядок до 20 тысяч То, конечно, будет непрямая экстраполяция, не в 10 раз вырастет собираемость этого налога Но я думаю, что речь идет о сопоставимых цифрах Если мы возьмем примерно площади, там большие были заявлены, здесь они меньше, но их больше То есть я думаю, что где-то в общей сложности порядка 200, ну оценочно, очень оценочно, да, там это надо будет смотреть по итогам Порядка 200 миллионов, там дополнительно из оборота предпринимательского будет изъято 200 миллионов? Ну, опять же, оценочно, да, то есть я не готов сейчас подписаться под этой цифрой Я оперирую тем, что было до этого Перечень сейчас сформирован, там налоговая служба по итогам первого квартала сформирует, соответственно, там обязательства по уплате этого налога на имущество Тогда возникнут цифры, о которых мы сможем говорить Понятно, и тогда, я думаю, что уже, ну, хотя бы ряд предпринимателей может оценить, там, да Насколько для них это болезненно Да, еще раз, опять же, прошу предпринимателей обратить на это внимание Обязательно там проверить, подпадают они в этот перечень или нет Там через нас можно сделать свою кадастровую оценку Но мы уже договорились, в принципе, с тем кругом и предприятий, и органов власти, с которыми мы эту тему вот в течение четырех лет вели Что в мае по предварительным итогам с налоговой мы соберемся, посмотрим, что происходит Произошло ли увеличение налоговой нагрузки по, там, большинству объектов Что получил бюджет в итоге Потому что если собираемость, там, возрастет и поступления налоговые вырастут Соответственно, мы должны будем говорить о том, что, опять же, например, с теми же платильщиками ЕНВД Которые, собственно говоря, и находятся зачастую в тех помещениях, с которых сейчас берется налог Можно вести диалог о снижении этого налога Либо о расширении тех же самых видов деятельности, подпадающих под патент Для того, чтобы людям с ЕНВД было комфортнее прийти Чтобы каким-то образом скомпенсировать людям, выращивать на них нагрузку Об этом идет речь Чтобы у нас появились шансы реализовать национальный проект Да, поддержка малого и среднего предпринимательства И чтобы наша тактическая деятельность соответствовала тем стратегическим целям, которые продекларированы Хорошо, у нас остается до конца эфира не так много времени Давайте мы еще попробуем две темы обсудить Одна из них касается фонда капитального ремонта Честно говоря, эта новость меня очень удивила Коллеги мои сообщили, служба новостей За этот год фонд капитального ремонта Кировской области намерен потратить на работы 3 миллиарда рублей Заявлено, что в тысячи домов будут проведены эти самые работы в текущем году И эта цифра на треть больше, чем в 2019 году Хотя мы все прекрасно помним, что фонд капитального ремонта планы свои ставит определенные А к концу года мы видим, что примерно одна треть домов сделана до работы А остальные две трети, они как-то так плавно перетекают на следующий год, на следующий год, на следующий год У меня есть ощущение, что вот эта история с тремя миллиардами Это история следствия, ну громкой достаточно, да, информационной вот этой вот всей компании Которая была вокруг фонда капремонта в конце прошлого года Когда было предложено эти деньги, которые накопились на счетах фонда Это, по-моему, в районе двух миллиардов Да, просто вот, ребят, вот у вас уже есть сумма, да, замороженная Давайте мы людей избавим от платежей от этих, хотя бы на год, да, а вы тут пока вот потратьте это и все Вот мне кажется, что вот это следствие Но я опасаюсь вот чего В ситуации, когда есть цифра и, возможно, есть задача, да, ускорить темпы работ Эти работы будут вестись быстро и не всегда качественно Ну такое лирическое отступление Вот Потратить деньги у нас в стране, в принципе, в общем, как бы не проблема Хотя иногда и это проблема, потому что не успевают даже просто потратить Здесь дело ведь не в том, чтобы потратить три миллиарда Вы абсолютно правильно там зрите в корень Вопрос в том, как их потратить, с какой эффективностью, с каким качеством И здесь очень многое зависит действительно от работы фонда По подбору подрядчиков, по контролю выполнения подрядчиками этих работ По правильному планированию Насколько я знаю, сейчас фонд начал отторговывать работы уже в конце прошлого года На этот и на ряд объектов уже заходят Это абсолютно правильный подход Как с дорогами, да, когда мы начали быстрее проводить конкурсы Да, да, при правильной организации процесса Я знаю, что такие примеры есть в других регионах Подобные там суммы вполне реально Израсходить Мне очень не нравится вот это потратить, израсходовать Хорошо, потратить с умом, давайте так скажем Вполне реально превратить в конкретные результаты для жителей тех домов Которые платят, собственно говоря, за этот капитальный ремонт Вопрос в том, чтобы сработала вся система Фонд Контрольные структуры, которые Там осуществляют контроль над его деятельностью И над всем процессом Проектные организации Потому что была в свое время там серьезная проблема С тем, что даже проекты не успевают разрабатывать Либо они не соответствуют Подрядчики, то есть исполнители, которые это выполняют Поэтому вопрос к фонду, собственно говоря, состоит не в том, сколько денег вы потратите А в том, создали ли вы систему Которая позволяет обеспечить качество и результат выполняемых работ Я думаю, что большинство там жителей нашего города, нашего региона Согласятся с тем, что пусть мы потратим меньше, не 3 миллиарда Часть потратим попозже Но это будут работы, которые не развалятся на следующий год Чтобы крыша не текла после капитального ремонта Поэтому здесь серьезные планы, конечно, надо перед собой ставить Потому что серьезные планы вызывают необходимость решения тех серьезных задач Которые в связи с этим возникают Я знаю, что там в том числе принято решение по лифтам И это путь, по которому шли многие регионы Потому что это быстрый способ Дорогостоящий вид работ Да, быстрый способ Но при этом надо понимать, что это один из вопросов, касающихся напрямую безопасности людей Потому что значительная часть лифтов свои ресурсы выработали Поэтому это тоже как бы, ну, не все 3 миллиарда на это хотят потратить Хотя были регионы, которые весь там фонд капремонта бухали там в замену лифтов И считали, что это хорошо, зато мы все потратили Поэтому здесь из того, что я вижу, фонд капремонта идет последовательно к выстраиванию этой системы Позволит эта система переварить эти 3 миллиарда с необходимым качеством и необходимой эффективностью Ну, к сожалению, опять же покажет завершение года К сожалению, только в конце этого года мы это увидим Понятно У нас остается минута с небольшим, Андрей Леонидович У меня вопрос, нужна Кировская область или Кирову Гражданская палата или не нужна? Вот честно вам могу сказать Мы обсуждали это в развороте сегодня Да, дискуссия ведется и здесь у вас была И уже где-то на страницах соцсетей На вечернем была, да И в соцсетях Я пока, к сожалению, совершенно не понимаю, что такое Гражданская палата Потому что кроме названия Объединение 20 блогеров, самых активных Ну, если им это надо, то все объединяются Я совершенно не против Я в свое время там и руководя общественной палаты всегда говорил Наша задача поддерживать любые инициативы, которые лежат в законном там поле А если они еще и конструктивны, то дай только Бог Вы как член общественной палаты не боитесь конкуренции возникающей, возможно? Нисколько не боюсь, а наоборот готов к не готов к конкуренции, сотрудничеству Но пока, кроме названия, я не вижу ничего За мою бытность в общественной деятельности Уже пытались создать и общественную палату города Кирова И молодежную общественную палату И еще какие-то структуры Но, к сожалению, все это превращалось в процесс создания Но не в ориентацию на результат Я считаю, что существующих механизмов и структур общественной активности Более чем достаточно И мы их используем очень неэффективно И зачастую о них просто не знаем Или даже сами их игнорируем И при этом создавать что-то новое Это ровно та же история, в которой мы иногда обвиняем органы власти Что вместо того, чтобы заставить работать существующую Мы создаем новое А сами начинаем ровно по тому же пути идти Андрей Юсенко был в нашей студии Вице-президент Виатской торгово-промышленной палаты Член общественной палаты России И общественной палаты Кировской области Особое мнение на этом завершается Андрею Леонидовичу спасибо До свидания До свидания Особое мнение на 101FM